Уважаемые жители города, произошла страшная трагедия от лица правительства республики, от себя лично, выражая соболезнования в связи с трагической гибелью Николая Генриховича Булакина. Для города и для республики это невосполнимая потеря. Николай Генрихович был действительно отличным управленцем, настоящим хозяйственником, который искренне, всем сердцем любил свой город, болел за него душой. И эта потеря, она по-настоящему невосполнима для всех нас. Мы с ним работали вместе еще при становлении Верховного Совета. Первый созыв, он был первый заместитель председателя Верховного Совета Республики Хакасии. И на этом посту он внес существенный вклад в создание нормативно-законодательной базы республики. Он был ответственный человек, он честный был очень человек. И самое главное, рачительным хозяином он сделал очень многое. И, конечно, это будет для нас вообще невосполнимая утрата и для жителей города, но я же не говорю о его близких и родных. И я думаю, что память о Николая Генриховича, она останется у нас надолго, навечно. Для меня лично он был всегда примером для подражания. Николай Генрихович был очень скромным человеком в отношении к себе и к своему здоровью. Когда я ему сказал, Николай Генрихович, вам надо идти вот туда по такому-то поводу, ну как это я туда пойду, это неудобно. Я говорю, Николай Генрихович, вы не сможете на день города прийти по состоянию здоровья? Да так не бывает. То есть для него интересы жителей, для интересы города были главнее, чем интересы лично своего здоровья, своей жизни. И, к сожалению, сегодня и город Абакан, и жители города, и жители республики понесли невосполнимую утрату. За тот срок, когда Николай Генрихович был мэром, ему удалось превратить провинциальный, не очень заметный город Абакан в очень цивилизованный европейский город современного типа. Но это даже не самое главное превращение. Самое главное превращение – это то, которое Николай Генрихович произвел в сознании и менталитете людей и горожан. Он настолько изменил наше сознание, что мы уже не мыслим жизни в другом городе. Мы привыкли жить в стабильном, уютном, красивом, постоянно развивающемся городе. Лично для меня он стал невероятным руководителем, с которым довелось поработать 8 лет. И, конечно же, учителем. Это руководитель, с которым работать – большое счастье и большое везение. Конечно же, человек неординарный. Всегда было свое мнение, и прежде было какое-то мнение другое, его надо было обосновать, доказать, убедить. Только после этого принимались решения, и он соглашался, что да, действительно, это так. Поэтому нам его очень будет не хватать. И, вы знаете, вот, ну, наверное, светлая память этому человеку, и она в наших сердцах будет всегда. Субтитры создавал DimaTorzok